Рада приветствовать вас на канале Жизнь Женщин. Наверняка у каждой женщины есть близкая подруга, с которой приятно проводить время и беседовать на различные темы. Кто-то дружит со школы, института, а кто-то подружился с женой товарища мужа. Но есть одно золотое правило, о котором говорят все женщины с богатым жизненным опытом. Если хочешь быть счастливой, не пускай подругу в семью, даже самую близкую. Ходите в ресторан, магазин, обсуждайте погоду и моду, но в дом ни на кой. Послушайте несколько типичных историй, которые наиболее часто случаются, если пускать подруг в семью. Абьюз, то есть когда человек самоутверждается за счет другого, я спокойно списывала мелкие подколы своей подружки на особое чувство юмора, мол, натура такая. В остальном же она была прекрасна, веселая, хитрая, целеустремленная, всегда охотно соглашалась помочь в каких-то житейских вопросах. Но со временем ее шуточки стали понемногу меня добивать. Она без стеснения подкалывала меня при моем муже, а в личной беседе всегда упрекала моего мужа за его взгляды. Понемногу я и сама стала наблюдать у супруга мелкие недостатки, которые приводили к моей раздражительности и конфликтам. Когда я это поняла, стала пересекаться с подружкой только на нейтральной территории. Наше общение свелось к минимуму. И знаете, жить стало гораздо легче. Чрезмерная женственность. Есть у меня подружка еще с институтских либ. Не женщина, а ходячий соблазн. Высокая, фигуристая и очень обаятельная. У нее легкий характер, позитивный настрой. Да и всегда знаешь, что поможет советам и делам, когда нужно. Но с мужем она моим пересекается раз в год по особым случая. Нет, я не закомплексована или завидую. Я просто берегу свое психологическое здоровье и целостность семьи. Дело в том, что у нее неимоверная женская энергетика. Стоило мне еще в студенческие годы познакомиться с парнем или влюбиться, как после знакомства с моей огненной подружкой ему сносило крышу. И он переключался на нее. И так было не один раз. Поэтому я осознанно не приглашаю ее домой в присутствие мужа. Вот так мы до сих пор и дружим и не мешаем друг другу жить. Вырастание в семью. На новой работе я сдружилась с коллегой. Но у нее время от времени случалась какая-то неприятность. И она вечно просила меня, а потом и мужа, помочь решить тот или иной вопрос. Я понимаю, что нужно помогать друг другу. Но мера нужна во всем. Она хотела быть в курсе всех новостей и стала подругой семьи. Была как бы с добрыми намерениями и всегда спешила с советом. Однажды она попросила одолжить денег. И я сделала это втайне от мужа, предупредив ее об этом. Через две недели она вернула деньги. Только знаете как? Она встретила моего мужа на улице и вручила ему всю сумму. Дома был, конечно, скандал. Помогла, называется. В общем, в наш дом она больше ни ногой. Я продолжаю с ней общаться на работе. Но такое, видно, ее не особо устраивает. Послушайте еще одну историю. Вот не зря мне старшие говорили, не води домой подружек, особенно одиноких. Предупреждали, что какой бы ни был верный муж, смазливую мордашку он не пропустит. И вот, пожалуйста, доигралась. Ходила ко мне холодными вечерами в гости моя подружка. Мы вместе работали, так что могли болтать часами напролет. А подружка моя была очень хорошенькая, стройная, манерная, хорошо одевается, умная. И вот я как-то заметила, что мой любимый мужчина ко мне охладел. Ни подарков, ни поцелуев, ни ласк. И секс тоже был забыт. Постоянно орал на меня. Не нравилась ему ни домашняя еда, ни дом уютный. И я тоже раздражала его. И вскоре он предложил расстаться, мотивировав это тем, что семью он не хочет, что хочет с другим встречаться. Скрипя сердце, я согласилась, собрала вещи и ушла к родителям. В этот же вечер я написала в соцсети знакомым, рассказала о своем горе. Тот предложил встретиться через несколько дней. До подруги дозвониться не смогла, хотелось ей поплакаться. На следующий день вечером звонит мне муж и начинает орать. Оказывается, он залез на мою страницу и прочел всю переписку. Потом успокоился и предложил приехать, поговорить еще раз обо всем. Я приехал, и тут-то все открылось. Оказывается, муж мой влюбился в мою лучшую подругу, названивал ей целыми днями. Поэтому и охладел ко мне и спать со мной не мог, потому что думал о ней. Сказал, что подруга ни разу с ним не встретилась и на смс-ки его не отвечала. А мне как раз она позвонила в этот же вечер и сказала, что она моя подруга, а не его. Эти слова я передала мужу, и тот как-то сразу сник. Начал просить прощения, плакал. В итоге я его простила и осталась с ним. После этого зажили еще лучше, чем прежде. И ласки и любовь все вернулось. Но с подругой я рассталась, хоть она и не виновата. Не смогла просто физически общаться дальше и никого домой больше не вожу. Предпочитаю встречаться на нейтральной территории. Напишите в комментариях, а вы приглашаете к себе домой своих подруг. Делитесь с ними своими мыслями, переживаниями. Либо наоборот, рассказываете, что у вас все хорошо. Куда мы, женщины, чаще всего бежим за советом по поводу личной жизни? Правильно, подруга. Но залог хорошей семейной жизни не пускать в дом всевозможных советчиц. Ведь счастье любит тишину. Каких людей нельзя пускать в дом и почему? Тот, кто говорит о доме плохо. Человек, который насмешливо или некрасиво отзывается о вашем доме, нечего в нем делать. Помните, чем закончился визит сварливой миссис Эндрю в домик мистера и миссис Бэнкс? Такой гость может начать критиковать вашу кухню или мебель. То, в каком порядке или беспорядке вы держите гостиную, шкаф, унитаз и кота с собакой, как выглядят и ведут себя ваши дети. Во втором посещении такому человеку можно и отказать, особенно если после пары предупреждающих фраз он не желает уняться. Тот, кто судит о вас и вашем доме. Вообще-то вердикты, диагнозы и критику должны давать специалисты, да и те по запросу. Или это будет считаться неэтичным. Если вы не спрашивали мнение человека относительно вашего внешнего вида и цвета ваших обоев, вежливо предложите ему замолчать или сменить тему беседы. Когда гость начинает оценивать, плохо или хорошо у вас сделан ремонт, достаточно ли вы потратили денег на приличную сантехнику и как вам лучше было бы обустроить сад или цветник. Тот, кто начинает хозяйничать в доме с порога. Близкий друг или родственник может без спросу залезть в холодильник или взять с полки ваш крем для рук. Если между вами так заведено и это не вызывает у вас расстройство или раздражение. В противном случае и близкому другу и свекрови или маме нужно спокойно сообщить о личных границах и желании сохранять их. Те же, кто начинает всюду совать свой нос, открывать шкафы, холодильники, кормить ваших животных или рвать цветы, в будущем легко окажутся нежеланными гостями. Зачем вам такое грубое проламывание личного пространства? Ваш дом, ваша крепость. То, как выглядит ваш дом, решаете только вы. Правила устанавливаете именно вы. Если в доме нельзя курить или повышать голод, ходить по нему в грязной обуви или включать громко телевизор, то об этих правилах лучше сразу предупреждать гостей. А если им что-то не нравится или не подходит, у них всегда есть право также вежливо об этом сообщить, после чего откланяться и покинуть помещение. А вот что думает по этому поводу мила Глушенко. Не каждого види в свой дом и приютить не каждого спеши. Быть может, козни строить будет он и разрушать уклад твоей души. Вдруг будет превращать добро в особо и возведет на вас он клевету. Помочь ни в чем и никому он не желает стремиться испоганить чистоту. Ты не води чужого в дом. Быть может, он придет со словом. Вначале ты его узнай, потом уже двери открывай. Если тема интересна, давайте обсуждать. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok